В эфире новости в студии Елена Солонина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Смотрите. В эфире новости в студии Елена Солонина. Главных кандидатов на пост мэра Ялты уже определены. Это исполняющие обязанности руководителя администрации города Елена Сотникова и глава территориального органа Гурзуфа Игорь Гец. Выбирала кандидатов специальная комиссия. Главу Ялты планируют выбрать на сессии Гурсовета уже завтра. Напомню, место мэра пустуют с июля. Экс-глава города Андрей Ростенко подал в отставку по собственному желанию. Фигуранты дела Хизбут Тахрир Феррата Сивулаева поместили в штрафной изолятор. Там он пробудет до 4 февраля. Об этом на заседании Крымской солидарности сообщила жена политзаключенного Эльзара. Напомню, 7 сентября прошлого года Северокавказский военный окружной суд в Ростове приговорил троих севастопольцев к пяти годам колонии. Это Феррат Сивулаев, Рустем Ваитов и Нури Примов. В Министерстве иностранных дел Украины, Киев и Крым определили дальнейшие шаги в вопросе помощи узникам Кремля. Обсуждение прошло на заседании общественной платформы по вопросам освобождения политзаключенных. Встреча прошла в формате видеоконференции с крымскими активистами и родственниками задержанных. В министерстве присутствовали дипломаты, а также те, для кого российские пытки уже позади. Это заместители председателя Меджлиса Ахтемчий Гоз и Ильми Умеров. Советник главы МИД Геннадий Афанасьев рассказал каналу ЮАК Крым, к чему пришли дипломаты крымчане на встрече. Стоит завдание по створению комитета, по звольнению полицейских. Головное, до чего сейчас, в первую очередь, пришли, это створение фонда, это узагальнение списков, это створение комитета. И сейчас эти три вещи должны быть створены в первую очередь. И это было доручено безусловно компетентным органам. Еще одного фигуранта дела Хизбу Тахрир, Руслана Зейтулаева, этапировали в исправительную колонию республики Башкортостан, в город Салават. Об этом сообщила супруга политузника Мерьем. Говорит, письмо с такой информацией она получила из Уфы. При этом подписи или печати на письме отсутствуют. Адвокат Дэн Смедляев отметил, что других подтверждений об этапировании, кроме письма, нет. А связи с Русланом Зейтулаевым отсутствуют. Напомню, 7 сентября 2016 года Северокавказский военно-окружной суд Ростова приговорил Зейтулаева к 7 годам заключения. Суд обвинил крымчанина в создании запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. 27 июля Верховный суд Федерации увеличил срок для Зейтулаева до 15 лет лишения свободы. Апелляционные жалобы защиты по трём свидетелям бахчисарайских обысков суд отклонил. Такое решение принял прокремлёвская Фемида. Крымчанам таки придётся заплатить штраф. Однако двум из них, Ильнуру Асанову и Сулейману Аметову, уменьшили его с 15 до 10 тысяч рублей. Для третьего Родема Ниджиева сумма осталась прежней. Ему присудили 10 тысяч. На заседании также просмотрели оперативное видео сотрудников полиции. На нём видно, что люди не нарушают общественный порядок, рассказала юрист Лиля Гемиджи. Однако Фемида проигнорировала это доказательство. Напомню, 11 октября в Акчисарай, в домах крымских татар, прошли обыски. У 8 людей, которые пришли поддержать мусульман, арестовали. Якобы за организацию митинга. Изменение пятого раздела Конституции Украины о Крымско-Татарской автономной республике, текущие политических событий в Крыму и ситуация с правами человека на полуострове. Все эти вопросы представители Меджилиса рассмотрели на исполнительном комитете Всемирного конгресса крымских татар. Также они обсудили план мероприятий, приуреченных к празднованию 100-летней годовщины с момента проведения первого Курултая. В этот раз на свидании присутствовали заместители председателя Меджилиса Крымско-Татарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чигос. Также были лидер Крымско-Татарского народа Мустафа Джемилев, члены исполнительного комитета, а также председатель Конгресса и глава Меджилиса Рифат Чубаров. Мы говорили об открытии класса с крымско-татарским языком обучения Новоалексеевки, об открытии группы из 22 детей в детском садике с крымско-татарским языком обучения. Мы говорили о тех мероприятиях, которые мы проводим в Украине с целью пропаганды, узнаваемости темы крымско-татарской автономии. Духовное управление мусульман автономной республики Крым будет помогать политзаключенным. Об этом сообщил муфтий Айдер Рустемов. Это будет за счет благотворительных взносов. У мусульман это называют системой вакуфов. Такое благотворительное пожертвование имущества или действующего бизнеса идет на нужды верующих. Сейчас ее хотят возродить в первую очередь для узников Кремля. По словам муфтия, эта система всегда была традиционна для крымских татар. Система вакуфов, она есть у нас давно издавна, она и была и в Крымском франции. Вакуфов подразумевает собой определенный механизм, который мог бы экономически поддерживать те или иные проекты. Вакуфов создается различными юрлицами, а также сирлицами. Любой человек может, имея имущество, сделать его вакуфом, объявить его вакуфом и объявить, что средства, которые приносит этот вакуф, они будут уходить по каким-то назначениям. И таким образом, когда вакуфы увеличиваются, покрывается множество, можно сказать, дыр, либо же нужд, тем самым решая вопросы экономического характера. Запрет сайтов без решения суда. В Госдуме России поддержали в первом чтении законопроекта о блокировании ресурсов так называемых Федераций нежелательных организаций. Сейчас таких в России 11. Инициативу поддержали практически все депутаты. Они считают нынешнюю процедуру блокировки слишком сложной. Для того, чтобы получить добро на закрытие ресурсов власти, нужно решение Фемиды. Поэтому Госдума предлагает убрать такой пункт в законе. Это разрешит блокировать сайты сразу после запроса Генпрокуратуры в Роскомнадзор. Болтары тысячи севастопольских школьников пополнили ряды так называемой юн-армии. Это Всероссийское военно-патриотическое общественное движение. К нему уже присоединились 55 общеобразовательных учреждений города. Церемония посвящения новобранцев состоялась у памятника солдату и матросу на мысе Хрустальной. По словам представителей юн-армии, их цель – патриотическое воспитание нового поколения россиян. В приеме детей принимал участие командующий Черноморским флотом Александр Витко. Тогда как в Киеве его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Олег Сенцов. Книгу с таким простым и все же в то же время емким названием презентовали в Крымском доме. В ней собраны воспоминания людей, которые хорошо знают украинского режиссера. Это рассказы о крымчанине из разных периодов его жизни. Кроме этого, там можно прочесть отрывки из его сценариев и даже протоколы допросов. Подробнее расскажет Юлия Никодюк. Друзья и коллеги крымчанина Олега Сенцова написали об украинском режиссере свою книгу. В ней они рассказали о моментах, которые пережили вместе с ним. А в качестве иллюстраций добавили фотографии из домашнего архива Сенцова. Всего над книгой работали больше ста человек, говорит инициатор проекта Анна Полинчук. Есть люди, чьи имена очень хорошо знают не только в Украине и в странах ближнего зарубежья, а и в мире. Например, есть фрагменты от Виталия Манского, знаменитый документальный кинорежиссер. Есть представители немецкого фонда, которые хотели поддержать фильм «Носорог». Это вторая полнометражная картина Олега, которую он должен был делать перед тем, как его арестовали. На презентацию пришли освобожденные на днях Ахтем Чайгос и Ильми Умеров, председатель Меджлиса Рифа Чубаров и сестра Олега Сенцова Наталья Каплан. Она написала отрывок о детских воспоминаниях с братом. Эту книгу будет важно и интересно прочитать всем, кому не все равно, но может быть даже более интересно будет прочитать тем, кому все равно. Эта книга говорит о том, как легко человек может лишиться всего, что ему близко, пройти через ад и находиться в этом аду уже четвертый год. В 2014-м Олега Сенцова задержали в Крыму российские спецслужбы. Его обвинили в организации терактов на полуострове. Прошел год, и суд приговорил режиссера к 20 годам колонии строгого режима. Именно поэтому создатели книги подчеркивают, семье Сенцова очень нужна поддержка. Не только для Олега, это в том числе для его семьи, которой важно понимать, что их сына не забыли, за его сына идет борьба. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока он не будет освобожден. На презентации была и дочь освобожденного Ильми Умерова. По словам Айше, политзаключенные через адвокатов узнают о каждой акции в их поддержку. Это придает сил, чтобы не сломаться. Знаю по нам, что любые публичные обсуждения твоей проблемы на разных площадках, здесь в Киеве, на международных арене, а в деле Сенцова там и актеры, и разные деятели культуры задействованы. И когда ты узнаешь об этом, находясь там, конечно, это дает какие-то силы держаться. И я думаю, в случае с Олегом Сенцовым это то же самое. Издание уже поступило в продажу. Книга вышла пока только на украинском языке. Но в дальнейшем ее планируют перевести на русский и даже английский. Создатели книги говорят, чтобы как можно больше людей смогло ее прочесть. Юлия Никодюк, Дмитрий Шанчук. Новость ее о Крыму. На телеканале 1 плюс 1 объявили победителей легендарного шоу «Танцы со звездами». Проекта, который спустя 10 лет снова собрал на паркете лучших бальных танцоров и известных людей шоу-бизнеса. И первое место в легендарном шоу заняли Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко. Напомню, в первом танцевальном проекте певица дошла до суперфинала. Однако победил Владимир Зеленский. Тем временем второе место сейчас досталось солистке группы «Время стекло» Наде Дорофеевой и Евгению Кату. К слову, Дорофеева родом из Крыма. Родилась девушка в Симферополе. А третье место в шоу «Танцы со звездами» занял крымско-татарский режиссер и актер Ахтымси Итаблаев с Аленой Шоптенко. В суперфинале они исполнили крымско-татарский народный танец в национальных костюмах. Исполняли номер призеры под известный хит «Жамалы 1944». На этом я проезжаю с вами в студию была Елена Солонина. Смотрите нас по будням и подписывайтесь на ЮАК Рым Фейсбук. А далее эфир продолжит программа «Тима дня». Гость в студии, заместитель председателя Меджилиса крымско-татарского народа Ирми Умеров. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова